Смотрите, какая красота! Все у нас пропеклось, отлично держит форму и пахнет просто умопомрачительно. Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня у нас с вами будет рецепт из рубрики «Что на ужин?». Эта рубрика создана специально для того, чтобы вы каждый день не ломали себе голову над тем, все время думая, что же приготовить на ужин своей любимой семье. Здесь у меня небольшой пучок зеленой цебульки, мелко ее нарезаем. Если нет цебульки, можно взять другую зелень по вкусу. Укроп или петрушку, к примеру. На крупной терке натираем 400 граммов картофеля. И пока я здесь натираю картошку, пожалуйста, поделитесь этим видео со своими друзьями и поставьте этому видео лайк, вам совсем не сложно, а нам это большая помощь с вашей стороны. И также я хочу сказать огромное спасибо всем спонсорам и каналам за вашу поддержку. Берем 200 граммов вареной колбасы и натираем на крупной терке. Вот так вот, легко и просто. Намного проще, чем картошку. Готово. Добавляем сюда цебульку. Совсем немного я добавлю соли. И также черный молотый перец, но у меня он розовый. Добавляю сюда 2 яйца. И это все теперь нужно перемешать. Добавляю сюда 1 столовую ложку с горкой муки. И тоже перемешиваю. Если вы видите, что масса жидковата, то добавьте еще немножко муки. Обжаривать можно на сливочном или же на растительном масле. Вот так вот по всей сковородке его. Можно на смеси сливочного и растительного, вообще будет идеально. У меня просто закончилось растительное масло, поэтому я сейчас буду обжаривать только на сливочном. Выкладываем сюда всю нашу массу. Такой вот дранок. Большой и ароматный у нас с вами получится. Распределяем массу по всей сковородке. Диаметр сковородки у меня 26 см. Но можно взять и 28 см, потому что, смотрите, достаточно такая толстенькая получается лепешка. Накрываем сковородку крышкой и теперь будем обжаривать где-то 12-13 минут на небольшом огне, чтобы у нас хорошенько подрумянилась вот эта вот нижняя сторона лепешки. Смотрите, прошло 12 минут. Сверху уже видно, что схватилось наше тесто картофельное и по бокам уже подрумянилось. Проходимся вот так вот, чтобы ничего там не прилипло. Накрываем сверху тарелочкой и... Ух, красота! Ставим, перекладываем. И теперь я уже крышкой не буду накрывать, чтобы сохранить хрустящую корочку сверху. Будем обжаривать еще где-то 12-13 минут. Ужин готов. Пока лепешка обжаривалась, у меня было время сделать салат. Посмотрите, какая красота румяная, картошечка хрустящая. Когда обжаривалась эта лепешка, то ароматы исходили с жареного картофеля и поджаренной вареной колбасы. Так и хотелось уже быстрее попробовать. Очень аппетитно пахло. Разрезаем. Смотрите, какая красота! Все у нас пропеклось, отлично держит форму и пахнет просто умопомрачительно. Вот эти самые простые продукты, зачастую невероятно вкусные. Пробуем. Очень вкусно получается. Картошка такая мягенькая, нежная внутри, прям похожа на картофельное пюре, но слегка такое более твердое, потому что есть текстура. Хрустящая корочка и аромат вареной колбасы. Классно, очень просто, легко и быстро приготовить вот такой вот ужин. Пока он там обжаривается, у вас есть время накрыть на стол, сделать салат или привести себя в порядок. Я уже с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов!